Итак, привет всем участникам группы «Бизнес в Германии». Снимаю для вас второе видео. Очень много вопросов, очень много интереса вижу под первым своим видео про книжный бизнес в Германии на Амадзоне. И, честно говоря, я уже потерял Uberblick. Я не все комментарии прочел или, может быть, кого-то пропустил, не знаю. Поэтому у меня просьба к вам, если еще какие-то вопросы будут, если кому-то интересно узнать более подробнее про это, что, как, по шагам, пишите мне, пожалуйста, в личку, чтобы я обязательно смог увидеть и помочь. Потому что я на самом деле не вижу все комментарии, и я не читаю каждый день, что в группе постывается. Вот. И сейчас хочу ответить на два вопроса. Первый вопрос – это как оформить такой бизнес на Амадзоне в Германии, книжный бизнес на Амадзоне в Германии. И второй вопрос был про то, где взять текстеров, то есть где найти этих густрайтеров. Вот на что обратить внимание. Вот на эти два вопроса я отвечу в этом видео. Итак, начнем, пожалуй, с того, как оформить такой бизнес в Германии. Перед тем, как я приступлю к теме этого видео, хочу дать маленький дисклеймер такой. Я не адвокат, я не шторбиратор, я не юрист, и вот ничего такого ко мне не относится. Это все означает, что информация, которую я поделюсь сейчас в этом видео, она является моим, как бы, моим личным мнением. Мой личный опыт – это будет мой личный опыт. Это мои знания. Это опыт тех людей, которые меня обучают, моих немецких наставников. Но если ты хочешь знать стопроцентно, вот прям железно, вот есть люди, которые вот прям хотят стопроцентно быть уверены, тогда мой тебе совет – обратись по вопросу оформления книжного бизнеса на Амазоне в Германии к адвокатам, к юристам, к штурбираторам. Они, соответственно, дадут тебе более точную информацию. Но я буду делиться тем, что вот как это у меня на своем личном опыте. Итак, люди, которые сами пишут и выпускают свои книги на Амазоне, называются селф-паблишерами. Так вот, если ты действительно все делаешь сам, то есть ты сам пишешь книгу, ты сам создаешь обложку, и все делаешь сам и так далее, тогда ты относишься именно к селф-паблишерам. Селф-паблишеры не должны регистрировать свое гевербо, так как в этом случае по немецким законам их деятельность относится к разряду свободных профессий. Или по-немецки это называется Freiberufliche Tätigkeit или Freierberuf. Это, еще раз повторюсь, только в том случае, если ты реально сам пишешь свою книгу, сам создаешь обложку, все делаешь короче сам. В этом случае ты являешься тогда селф-паблишером. Даже в немецком Einkommensteuergesetze есть такой параграф 18, где вот сейчас на экране ты видишь auszug, где стоит, что Как представитель свободной профессии, в отличие от гевербо, ты не обязан регистрировать в Германии гевербо. И можешь просто в письменном виде форм-лоз своему финанс-амту сообщить о том, что ты занялся подобного рода деятельностью. Выгоды, которые ты получаешь от Freiberufliche Tätigkeit. Это упрощенное оформление деятельности без гевербо-амта. Künstler Social Kasse KSK перенимает обычно до 50% социальных страховок и обгабин. Освобождение от платного членства в ИХК и обычно от выплаты гевербо-штойра в налоговой отчитываются обычно по упрощенному способу. То есть идет расчет расхода и прихода. Ayname Uberschuss Rechnung. Это все, что относится к выгодам от Freiberufliche Tätigkeit. Но, как обычно, есть это злобное но. Если ты выпускаешь книги к продаже, которые ты не сам написал, если ты для этого нанимаешь людей, тогда это уже не Freiberufliche Tätigkeit, а предпринимательская деятельность. В данном случае у нас это по типу издательства. Ты покупаешь текст, ты создаешь из него книгу, ты делаешь маркетинг для книги и так далее. Кроме того, если ты монетизируешь книги другими способами, помимо самого Амазона, например, их можно монетизировать через партнерские программы, через email маркетинг, через коучинг, через видеокурсы, через аудиокниги, или если ты сам продаешь свои книги в офлайн-магазинах и так далее, все это относится к разновидностям предпринимательской деятельности. И поскольку я рекомендую подходить к этому виду бизнеса именно как предприниматель, а не как реальный автор, то есть не так, чтобы самому писать книгу, тогда тебе надо будет оформлять гивербы. Какую деятельность вносить в свой гивербы Shine? Лично у меня широкий спектр деятельности, поэтому когда я оформлял свой гивербы Shine, я разом все внес просто туда, чем планировал заниматься, начиная от маркетинга и заканчивая джобфермитлером. Но если ты новичок и хочешь пробовать для себя только именно этот конкретный вид деятельности, книжный бизнес на Амазоне в Германии, тогда я рекомендую тебе внести в гивербы Shine следующие штуки. Если попросят уточнить, тогда надо объяснить, что вначале ты хочешь попробовать просто продавать электронные книги, e-books, ташенбючеры, видеокурсы, но в перспективе сюда могут дополниться и другие виды продуктов и товаров, поэтому ты бы не хотел ограничивать себя в выборе конкретных каких-то продуктов, в выборе какой-то конкретной сферы деятельности. Ведь тебе надо протестировать, что подойдет хорошо, а что нет. Обычно в гивербы Амте это понимают и оставляют как есть, то есть то, что я тебе сказал. А также я рекомендую занести в гивербы Shine онлайн маркетинг, аудио и видеопродукцион онфертрип. Так ты будешь официально оформлен под все виды деятельности, которые необходимы по личному моему мнению для успешного ведения книжного бизнеса на Амазоне в Германии. Кстати, если ты новичок и хочешь попробовать себя только в книжном бизнесе на Амазоне, тогда рекомендую для начала оформиться как кляйн-унтернемер по 19-му параграфу у СТГ. До 17,5 тысяч евро оборота в год грюндунга, то есть в год, когда ты открыл гивербы, и до 50 тысяч евро оборота в следующем году после твоего грюндунга, внимание, я говорю про оборот, а не прибыль, ты можешь пользоваться этим правилом. Его выгода заключается для тебя в том, что ты не выплачиваешь Forsteuer Finanzamt, как это бы было, если бы ты открыл обычные нормальные гивербы. У тебя идет упрощенная бухгалтерия, а отчитываться перед финансамтом в этом случае можно, отдавая тот же самый Einnahmen-Überschuss-Rechnung, то есть E-ÜR, как и у Freiberufler. Также, если ты пользуешься Client-Unternehmer-Regulung, ты не имеешь права выставлять в своих Rechnung'ах Mevers-Steuer, но и сам ты также его не выплачиваешь финансамту. Более подробно про это можно почитать по ссылочке, которую ты видишь прямо сейчас на экране или же где-нибудь под этим видео в описании. Кстати, ты можешь в любой момент переделать свое Client-Giverbe в нормальное Giverbe, также в UG или GmbH. Для того, чтобы зарегистрировать аккаунт на Amazon для этого бизнеса, необходим твой Giverbe, если штоер-номер. Это очень важно. Поэтому перед тем, как начинать этот бизнес, нужно обязательно зарегистрировать свое Giverbe. Иначе, если ты задумаешь, например, как-то обхитрить Amazon и внести туда, например, свой приватный там штоер-номер, то потом с финансом у тебя могут возникнуть неприятные проблемы. Как бы зачем они нужны, если можно изначально все сделать хорошо. Тем более, официальное оформление Giverbe, оно никаких минусов для тебя в принципе не несет. То есть, ты решил открыть бизнес, ты решил попробовать бизнес, значит, тебе нужно это все в Германии официально оформить. Все как бы очень просто и логично. Поэтому мой ответ на то, надо ли оформлять Giverbe на бизнес-моциональном Германии, да, надо. Окей, с оформлением бизнеса в Германии мы разобрались с вами. Теперь давайте я поясню, где взять гоустрайтеров. Гоустрайтеры или же текстеры в Германии для них есть, о, как мотоцикл пролетел, для них есть специальные сайты в Германии для фрилансеров. Есть обобщенные сайты, где есть все фрилансеры, то есть там можно найти в принципе кого угодно. Есть тематические сайты для фрилансеров, именно текстеров, гоустрайтеров. И вот лично своих текстеров я нахожу на таком сайте, как mahdudas.de. Ссылочку я высвечу потом в видео и прикреплю в комментариях или в описании под этим видео. И там, в принципе, что мне нравится, то, что ты видишь певертунги других ауфтракгеймеров, других людей на каждого из текстеров. А работает это все просто. Вы там просто регистрируетесь, платите за, либо за один пост ансайга, либо за годовой абонемент. Вот. И затем вы делаете просто объявление, где пишете, что ищите текстера, ищите гоустрайтера для написания книги. Можно написать для электронной книги. Вот. Описывайте ваши требования, что, как вам нужно, какая тема. Что хотите, чтобы у этого гоустрайтера были именно знания в этой теме, чтобы они были как бы... Ну, я объяснял уже в прошлом видео, почему это важно. Вот. И все. И дальше те, кому это интересно, они просто пишут певертунги к вам, и вы выбираете просто людей, которые вам интересны. и даете им... Очень важно, кстати, давать тестовое предварительное задание. Сейчас тут... Балаболка навигации у нас. Очень важно давать предварительное тестовое задание текстерам, чтобы проверить качество работы. То есть я своим текстерам всегда, прежде чем я даю полный ауфтрак на книгу, всем новым текстерам я даю тестовое задание тематическое, чтобы посмотреть вообще, как он пишет. Чтобы проверить знания текстера в этой теме, то есть как он пишет, как глубоко он чувствует тему, это все видно, особенно если первая книга, которую собираешься писать, в той теме, в которой ты разбираешься. Да, кстати, про текстеров. Чуть не забыл, сколько платить текстерам. Значит, по цене текстеры колеблются от где-то двух до пяти, шести, иногда до десяти центов за слово. То есть, когда пишется книга, обычно, чаще всего, идет обречнинг за слово. И лично я своим текстерам плачу два с половиной, три цента за слово. При всем при этом, качество книг не хромает. То есть, опять же таки, то, с какими текстерами вы будете работать, гоустрайтерами, текстерами, все зависит от вас, потому что вы сами отбираете людей, вы сами выбираете, как бы, тех людей, с которыми работаете. Если у вас текстер, прошу прощения, говно, если он с вами обращается, как непонятно с кем, то, как бы, ну, это ваш личный выбор, ваша личная вина. Значит, вы такого текстера себе, гоустрайтера, такого выбрали. Вот, поэтому по деньгам где-то вот рассчитывать надо от двух центов до, ну, в среднем от двух до пяти, до шести центов, где-то так, примерно в этом районе. Сколько книга должна быть по толщине? Значит, можно писать книжечки тоненькие, у меня тоже такие есть, там по 60-70 страниц примерно, ну, в зависимости от форматирования книг. И это где-то около, наверное, десяти тысяч слов. Значит, меньше десяти тысяч слов писать книжку не имеет смысла, потому что, во-первых, за нее нельзя много просить денег, и, соответственно, будет меньше гивин с каждой продажи. Во-вторых, немцы уже начали немножко негативно относиться к так называемым книгам, потому что, ну, они как бы тонкие, сколько там, семьдесят восемь страниц, тоненькая брошюрка получается, они так и называют даже, тоненькая брошюрка, то есть это не книга. Но, опять-таки, зависит от выбранной ниши и темы. Если в теме, которую ты выбрал, ну, больше просто нечего писать, но при этом тема Гефракт имеет спрос, и книги в ней продаются, ну, окей, значит, ну, так и есть, да, и нормально. Но если тема большая, например, как, я не знаю, там, похудение, да, там можно писать целую энциклопедию на эту, по этой теме, а ты пишешь, как бы, тоненькую книжечку, тут уже где-то не сходится. Поэтому очень важно такой, как бы, такая мерка. Меньше десяти тысяч слов не писать, то есть нет, больше десяти тысяч слов надо. То есть минимум десять тысяч слов лучше, как минимум пятнадцать-двадцать тысяч слов. Ну, и, соответственно, можете посчитать сами, если цена за слово примерно два-два с половиной цента, то вот сколько это денег там получается. Многие, может быть, подумают, блин, это же так много, дорого. Давайте начистоту. Мы говорим сейчас про создание бизнеса, книжного бизнеса на Амазоне. Это онлайн-бизнес. Когда мы говорим про создание бизнеса в принципе, то ты должен понимать, что если ты хочешь создать бизнес какой-то, неважно, онлайн или оффлайн, тебе нужно инвестировать. Тебе нужно инвестировать деньги, тебе нужно инвестировать время, какие-то другие ресурсы. И те люди, которые вот иногда думают, что вот нифига не инвестируя, нифига не вкладывая, да, можно вот так вот там по щелчку, мгновению, волшебной палочке там открыть бизнес и заработать деньги. Но это очень наивно как бы. А те люди, которые такое обещают, обычно это кидаловый развод на деньги. Поэтому если мозги включить, как бы здравый смысл, да, то стоит понимать, что даже, да, в этот бизнес нужно инвестировать деньги. Но эти инвестиции, они реально просто смешны по сравнению с другими бизнес-моделями или открытием оффлайн-бизнеса. А теперь что касается по окупаемости такой инвестиции. Смотри, допустим, ты потратил на книгу там, я не знаю, в общей сложности вместе с обложкой, с форматированием книга тебе обошлась где-то в 700-800 евро. Это где-то примерно вот реальная стоимость как получается. Хороший такой, ну, средний книги по толщине там, по качеству, все. Ты потратил 700-800 евро на книгу, инвестировав, ты сделал все правильно, нашел правильную нишу, нашел, все сделал, вот оптимизировал, все как надо, все сделал правильно. Такая книжка, если опять-таки правильная ниша, правильное название, правильная обложка, все, если сделано короче супер, такая книжка окупает себя обычно уже в первые 2-3 месяца, потому что она начинает приносить тебе от 2-3 сотен в месяц. Это при самом худшем случае, при самом худшем варианте, при условии, что ты сделал все правильно. Потому что 100% гарантии на успех тебе никто не даст, но, следуя правильным шагам, правильному алгоритму, можно как бы шанс на успех сильно повысить, и вариант такой, что ты как бы пролетишь с этой инвестицией, книги очень сильно снизить. Так вот, в самом худшем случае, если все сделано было, предварительная работа, аналитика, если все это было сделано правильно, такая книга будет тебе приносить 2-3 сотни в месяц. И при этом твоя инвестиция окупится уже в первые 2-3 месяца. А теперь давай сравним пассивный доход, к примеру, на недвижимости. Чтобы, во-первых, приобрести недвижимость, нужно найти банк, который тебе поможет профинансировать это. Во-вторых, тебе нужна большая сумма денег. В-третьих, у тебя будут документальные оформления, истержки, маклер провизион. Это все большие суммы денег. При всем при этом, такая инвестиция в недвижимость окупает себя, как правило, лет через 10-15, в лучшем случае. Я, конечно, не эксперт по недвижимости, но вот что я как информировался, и знакомые как делают, это окупаемость идет примерно в среднем 10-15 лет. Это очень долго. При всем при этом, если ты недвижимость эту еще не сдал, то есть она у тебя просто где-то висит, или еще хуже взял для себя, для как бы жить в ней, у тебя есть еще love and the cost. Такая книжка, например, она создается один раз. Если она сделана классно и качественно, о чем я как бы всегда говорю, нужно создавать качественный, офигенный продукт, то она будет продавать себя вновь и вновь, снова и снова, по крайней мере, пока не выгорит ниша. И она будет постоянно приносить деньги. Сравните, пожалуйста, вот на таком примере инвестицию, да, недвижимость и инвестиции в книгу, что быстрее тебя окупит и что быстрее принесет тебе пассивный доход и деньги. Я думаю, тут ответ очевиден. Та же самая история с ETFs, та же самая история с акциями. Чтобы нормально заработать, как бы пассивный доход создать и сохранить при этом свою инвестицию в деньги, нужно, во-первых, вкладывать, 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 во-вторых, тебе нужно ждать, как минимум, хотя бы там лет пять, чтобы через проценты, через силу сложного процента там накопилась какая-то, ну, внушительная сумма денег. Если сравнивать с инвестицией в книжку. Кстати, после того, как книга начинает приносить пассивный доход, продавать себя, да, после того, как она окупила себя, все, у тебя появляются свободные деньги. Эти деньги можно поделить на две части. Первую часть ты можешь инвестировать дальше, например, в те же ETFs, в те же акции, в те же B2B-кредиты, еще куда. Вторую часть ты реинвестируешь в создание новых книг. И твое колесико уже закрутилось. Все как бы... Поэтому я не понимаю, честно говоря, тех людей, которые говорят, блин, а я думал там вход белый и пушистый, а на самом деле там надо вкладывать деньги. Да, блин, деньги вкладывать надо, как и в любом бизнесе, но эти инвестиции, они реально, ну, уничтожно малы по сравнению с другими бизнес-моделями. Поэтому я не знаю, если даже таких денег нет на создание такой простейшей, на мой взгляд, это идеальная вообще модель для новичков, чтобы стартануть как-то свой бизнес там в Германии онлайн через интернет. это, ну, на мой взгляд, опять-таки, это идеальный вариант вот для старта. И если люди говорят, что вот, блин, 200, 300, там, 600 евро у меня нету, ребята, вам рано тогда еще создавать бизнес. Вам надо тогда копить деньги или искать там какую-то подработку, не знаю, чтобы собрать капитал нужный, чтобы инвестировать в первую книгу, может быть, в обучение какое-то, которое вам поможет там по шагам все это провести. И потом уже как бы вам стоит уже задуматься о бизнесе, потому что, ну, остальной детский сад, на мой взгляд. Вот такая штука, которую хотел еще добавить. Не сочтите, никого не хотел обидеть, ничего такого, просто делюсь как бы своими мыслями по поводу книжного бизнеса на Амазоне в Германии. Пишите, кстати, в комментариях, если согласны, если нет, то почему, аргументируйте. Я всегда за здравых людей, за интересных людей. Это помогает развиваться и расти, идти вперед дальше. Вот, собственно говоря, и все, что я хотел рассказать в этом видео. Кому было интересно, кому полезно, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, может быть, если это возможно. Вот. У кого есть вопросы, пишите обязательно вопросы дальше, либо в комментариях, либо, как я прошу, в личку ко мне, потому что я не все комментарии успеваю читать, и некоторые просто не замечаю и просматриваю. Ну, а кому интересно пообщаться со мной лично, то есть я предлагаю бесплатные стратегические консультации по созданию пассивного дохода в Германии, в частности, вот, по созданию книжного бизнеса на Амазоне в Германии. Кому интересно, то пишите в личку мне, и мы с вами договоримся о термине, когда проведем эту консультацию, и как я конкретно могу быть вам полезен, и как помочь. Вот и все, наверное. Всем спасибо за внимание, и, может быть, до следующего видео. Пока. Тебе понравилось это видео, и оно было для тебя полезным? Тогда не забудь, пожалуйста, поставить этому видео лайк, подписаться на мой канал, и поделиться этим видео со своими друзьями. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео, ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что, если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео, и там ты найдешь дополнительную, полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет, или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию, или прочли мою книгу «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». «Почему бы и нет?» – подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он проводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться, и как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100, а в итоге сумма получается с тремя нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал, даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, а то, что у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так? Он говорит, лучше вот так, потому-то, потому-то, потому-то. Ведь сегодня так просто. Каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. Мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей. Реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал. Огромная благодарность. Еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам, Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой, ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание. С тобой был Илья Пономаренко. Мой сайт ильяпономаренко.com Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok